Вопрос о том, что за люди жили на Аркаеме, кто, собственно, построил, кто создал вот такую степную цивилизацию. Большинство исследователей сегодня склоняются к тому, что это люди древнейшие индоевропейцы, люди так называемой явной культуры. Ну, слово «явная», чтобы не смущало, это условное название. Дело в том, что эти культуры бронзового века, вот третьего тысячелетия до нашей эры, они были открыты украинским археологом Хвойко в начале XX века. И там, наравне с погребениями в ямах, но это не просто ямы, а это такие сложные погребальные камеры, наравне с такими простыми конструкциями присутствовали и конструкции бронзового века сложные, это катакомбы. И поэтому название «явная культура», «катакомбная культура», то есть это условное такое название. Вот люди явной культуры – это древнейшие, на сегодняшний день считается, что это древнейшие индоевропейцы. Самые ранние памятники людей явной культуры, или сегодня ее называют явная культурно-историческая общность, они были открыты по Волжье. Где-то вот в середине предыдущего столетия они исследовались таким ярким археологом Николаем Яковлевичем Мерпертом. И на сегодняшний день считается, что как раз прародина, древнейшая прародина индоевропейцев, она связана со степями. Вот от Причерноморья до Урала, и я еще раз повторяю, что древнейшие памятники сегодня, они относятся к четвертому тысячелетию до нашей эры, на сегодняшний день есть по Волжье. Ну, что такое люди явной культуры? Знаете, это подвижные скотоводы. Основными у них был крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот, лошадь была к этому времени одомашнена, но она еще не использовалась по-настоящему, ей не было найдено места в стаде, вот, по-настоящему для использования до изобретения колесницы. Лошадь была как бы вот таким вспомогательным животным в хозяйстве. Ямники хорошо знали колеса. У них была телега, телега на четыре колеса. Телеги иногда помещали, вот, в четырех, или колеса отдельно, помещали в погребальные камеры. В телегу запрягали коров, запрягали быков, кастрированных быков, чтобы они вели себя как следует, подавающим образом. И вот такое сообщество, которое двигалось от одного пастбища к другому пастбищу с большим количеством скотов, скота. В общем, это были такие подвижные, но очень энергичные и изобретательные люди. Они освоили огромные территории всего евразийского пространства. Дело в том, что на сегодняшний день погребения ямной культуры не только обнаруживаются там в степях Алтая, Сибири, Казахстана, северо-западного Китая. То есть это от Подунавья и вот по нашей степной зоне они путешествовали со своими стадами. Но они проникали далеко и в Европу, в европейскую часть, по степям только то, что связано с Европой, и в Малую Азию, в общем, частично это Южная Европа, но и Ближний Восток. В общем, это те люди, которые связывали земледельческой цивилизацией вот с нашим степным миром. И одна из групп вот этих ямников, вы знаете, они начинали с металла. Это эпоха раннего металла, но металл ведь не сразу проникал вот в жизнь, да, в хозяйственную жизнь. Потребность в нем не сразу осознавалась. Это было постепенное проникновение. Камень, кремень, яшма – это очень широко использовалось. Это и для предметов оружения, и все исключительно делалось и с помощью ножевидных пластин. Вообще весь инструмент, рисы, проколки, пилы – все было изобретено в каменном веке. Это в эпоху мезолита и неолита. И когда появляется первый металл, то он играет скорее вспомогательную роль. Но постепенно медь, бронза, она все более и более вытесняет камень, и металл становится необходимостью для жизни, для бытования. И вот одна из групп ямных племен останавливается здесь у нас, в Зауралье. И останавливается прежде всего из-за того, что здесь медь. Лазуриты, азуриты – это открытые, ну, предуралии – это медистые песчаники. А здесь, в Зауралье, это очень удобное, это вот лазуриты, азуриты – очень удобные для обработки камней, когда можно было получить из камня, можно было получить металл, и уже этот металл варить, и получать те формы, которые хотелось. То есть, конечно, первоначально эти предметы, они походили на те же каменные предметы, но потихонечку человек находил в этих формах металл, находил что-то новое, в металле изобретал, и появлялись новые-новые виды и хозяйственных предметов, и предметов вооружения, предметов, связанных с охотой. В общем, именно на Урале, на нашем, не просто на Южном Урале, а в Зауралии, здесь у нас, вот на территории Челябинской области, сюда входит кусочек Башкирии, потом Оренбургская область, есть памятники Оренбургской области, Северного Казахстана, прилегающие вот к Южному Зауралию. И вот здесь, прежде всего, это Челябинская область, здесь возникает, в общем, происходит вспышка культуры. Это взрыв культуры. То есть, это не просто уловить постепенное сложение этой культуры, фактически невозможно. Это настоящий взрыв. Вот у Юрия Михайловича Лотмана есть такая работа «Взрыв культуры и взрыв». И вот это такой типичный пример, когда на определенной территории, при постоянных контактах между собой, вот здесь возникает то, что мы сегодня говорим о стране городов. Здесь возникает целый комплекс, вот выдающийся комплекс такого культурно-хозяйственного плана. И, конечно, это рождало и одухотворенность, вот их жизни, да, и демографический взрыв здесь следовал за этим. В общем, вот сегодня археологи изучают вот эту страну городов. Страна городов, она протянулась на 300, где-то 50 километров с запада на восток, и где-то километров на 200-250, простите, наоборот, это с севера на юг 350 километров, и с запада на восток где-то 200-250 километров. Вот в этих пределах организовались укрепленные поселения такого урбанистического плана, некие протогорода или квази-города, как их называть. И вот расцвет культуры, он... Это, конечно, это древнейшие индоевропейцы. Но есть еще одно понятие, это понятие арии, слово арии. Если ориентироваться на письменную литературу, на Ригведу и на Авесту, это гимны богам, и они все начинаются с того, что мы... Эти гимны начинаются так. Мы – риши, то есть поэты, мы – арии и далее. То есть это самоназвание древнейших индоевропейских племен, которые, очевидно, здесь и воздвигли себе такой памятник для настоящего времени, не только для древности, но и для нас с вами. Итак, вот здесь, в Зауралье у нас, в Степном, лесостепном Заурале, образовалась некая археологическая культура, которую называют сегодня или культурой Синташта, или Аркаим, или Синташта Аркаим, и так, и так, по тем первым памятникам, которые были исследованы. Синташта была исследована еще в 70-х годах, в начале 70-х годов. Это целый комплекс, это поселение, могильник, это грибально-храмовый комплекс. Это было исследовано Владимиром Федоровичем Генингом, Уральским государственным университетом, Средловск, тогда Екатеринбург. Ну и мы продолжали там работу в 83-86 годах, и сейчас комплекс такой, что приходится и сейчас уделять ему какое-то внимание. А это уже было связано с открытием Челябинского государственного университета. Археология вообще наука университетская, и только вот благодаря тому, что здесь возникли Челябинский университет, и появилась археология, археология, появилась кафедра археологии, специалисты и так далее. А Аркаим был открыт в 87-м году, был открыт, и был открыт в связи со строительством водохранилища. И постепенно к этому времени вообще были рассекречены карты. Вот эти памятники можно было увидеть, отдельные из них можно было увидеть на генштабовских картах. На картах генштаба все, что выше 50-60 сантиметров в рельефе, было на то время зафиксировано на 70-е, 60-е, 70-е годы. Но дело в том, что эти карты были очень строго секретными. И нам, археологам, они были недоступны. Но вот как раз к концу 80-х годов эти карты были рассекречены, то есть мы получили к ним доступ, это раз. И второе – это аэрофотосъемка. Мы получили доступ к аэрофотосъемке. А на аэрофотосъемке, а аэрофотосъемка велась в конце 50-х годов, в 60-х годах, 70-х. Это для, ну, во-первых, конечно, для нужд обороны снималось, и второе – для нужд сельского хозяйства, чтобы с освоением целинных земель, там полный учет, лес, степи, посевов и так далее. И мы получили доступ к этим картам. И вот благодаря нашим замечательным специалистам, которые к нам примкнули, геологам, это прежде всего Ия Михайловна Ботанина, потом Нинель Викторовна Левит, Александр Иосифович Левит. И вот они нам помогли сделать, создать археологическую карту нашего степного региона. Они разработали методику, каким образом можно было по фототону, по почвам, по растительности, угадывать вот места древних поселений. И, конечно, рельеф, поскольку вот страна городов – это удивительные памятники, которые сохранили оборонительные сооружения. И вот эти оборонительные сооружения, они читаются на местности. И за короткий промежуток времени, в начале 90-х, вся эта страна городов и была обнаружена. И сейчас мы знаем более 20 памятников укрепленных поселений. А вокруг этих укрепленных поселений, конечно, существовали и существуют могильники, вот, рудники, даже поля древнего земледелия, как мы некоторые из них определяем, мы можем говорить о рудных полях. Так что стало понятным, что вот такой укрепленный центр, он имеет радиус где-то 25 километров. То есть, если мы 25 километров еще прибавим 25, 50, то ищи следующее укрепленное поселение. Вот, и таким образом цепочка один за одним, оказалось, что они расположены между собой в 50-60 километрах друг от друга, если напрямую считать. То есть, освоенная территория, это одного центра радиус 25-30 километров, следующего и так далее. Вот, для степной зоны мы тут исключаем лесную зону, потому что они скотоводы, прежде всего, и они тяготели к степным, к степным пастбищам. В лес они почти не заходили. Вот, и сейчас мы знаем, что это земельная округа, достаточно устойчивая, что они взаимодействовали между собой. И оказалось, что это, собственно говоря, 25-30 километров – это моду для всех ранних цивилизаций. То есть, когда мы стали смотреть литературу, поскольку мы до этого не касались вот таких цивилизационных каких-то основ и категорий, здесь оказалось, что, например, памятники в Перу этого времени, ранней государственности, они тоже так же, примерно, в Северной Месопотамии. То есть, что такое 25 километров? Это время одного дневного перехода. Вы пешком можете пройти 25 километров. Это очень важно, потому что это контроль за пастбищами. Ведь здесь все основано на пастбищной системе. И очень важно, чтобы пастбища контролировались, их нельзя стравливать. Если кто-то другой загонит свой скот, то ваш скот находится под угрозой исчезновения, под угрозой гибели. И так, значит, мы имеем дело здесь с оседлыми скотоводами. Это неподвижные скотоводы, в отличие от людей явной культуры, которые бесконечно передвигались. И, кстати, поселений явной культуры почти нет. Это очень небольшие стоянки, где можно найти там несколько фрагментов керамики. Понимаете? А это оседлые поселения. Это оседлые скотоводы. И на сегодняшний день страна городов – условное название, конечно. Город по-настоящему город, как его понимаем, ну, как категория историческая. Это категория средневековая. Но у нас нет другого термина. Называть аркаим, памятники аркаимского типа, синташтинского типа, просто поселениями мы не можем. И язык археолога не поворачивается. Потому что это урбанизированное поселение. Это поселение с развитой планировочной системой. Поселения, которые возникли не стихийно. Они возникли по заранее плану. То есть здесь хорошо поработали древние архитекторы, планировщики. И здесь все продумано. Само строительство. То есть мы с полным основанием можем говорить об урбанизированных территориях. То есть здесь удивительная система планировочных решений. И если брать планировочную систему за основу, то это сверхгород. Здесь учтено все, каждый сантиметр, все разбито, все размерено и так далее. И по этим разметкам и все построено. И так же они и уходили. Тоже все это было подчинено определенным закономерностям. Там подолы, выселки. Каким образом территория осваивается внутри. Потом как выплескивается население за пределы оборонительных стен. В общем, это очень интересная тема, интересная тема будущего. Поскольку памятники из стран и городов только начали исследовать, что такое 50 лет со временем их открытия, 30 лет открытия Саркаима, 50 лет открытия Синташты. Это на самом деле очень мало. Это открытие новой фактически цивилизации, цивилизации оседлых скотоводов. И она потребует еще поколений исследований. Так что мы сделали, это только-только первые шаги. Ну и все-таки, что же мы сейчас видим в этих первых шагах? Ну, прежде всего, конечно, это, я возвращаюсь опять к этим укреплениям, к укрепленным центрам. Это мощные оборонительные системы. Это очень развитое домостроение. Ну, оборонительные системы, достаточно сказать, что высота стен там, земляной части, достигала 3,5 метра, потом 2 метра деревянная сторона, потом перед этой же стеной был ров 2,5 метра. Так что, если вы все прибавите, вы увидите, если вы хотели бы проникнуть в этот город, то вам надо преодолеть 7-7,5 метров высоты. Это очень серьезное препятствие. Потом эти стены очень мощные. Они 5,5 метров, 6 метров толщиной, то есть внутри помещения, переходы, там внутри даже вода, такая, ну, система связана с водоснабжением тех людей, поскольку ров сам, он был передней линией обороны. Это ров, который воду не содержал. Мы во рвах, это плоские, нища, там есть следы очагов, то есть люди, которые дежурили в случае опасности в этих рвах. И они должны были проникнуть обратно, вернуться на поселение. То есть здесь есть лазы, есть калиточки, проходы, и отсюда, и вода, которая течет им туда вниз, наверное, чтобы был фонтанчик для питья и так далее, и так далее. Водоснабжение было соответствующее. В общем, система очень сложная. Ну, вы знаете, здесь есть центр. Если говорить в целом о планировке этих поселений, то это прежде всего круг, ну, начинается с овала, а в основе – яйцевидный овал. Потом идет круг, потом идет прямоугольник. Круги и прямоугольники возникают фактически в одно время, с небольшим сдвигом. Но когда это исчезает, культура, то исчезают овалы, исчезают круги, и остаются прямоугольники. Хотя они тоже модернизируются, там очень сложные. Каждый дом начинает строить свою оборонительную стену. То есть в этом обществе происходят какие-то конфликты, происходят какие-то волнения, и система, общая система, городостроительство, она уходит в прошлое. То есть уже нет площади, общей площади для всех, как на Аркаиме. Какая планировка Аркаима? Это общая площадь, да, в центре. Площадь для молений, для решения каких-то ответственных вопросов, когда собирается все население там. И собираются они, скорее всего, на кровлях. Вот внутренние крыши, они более укреплены стамбами, чем, предположим, внешнее кольцо. Поскольку крыши были обитаемые, то у Венека здесь собиралось все население, и они могли видеть, участвовать в том, что делалось на этой площади. Потом, значит, стена цитадели, потом кольцевая улица с ливневой канализацией, куда все дождевые потоки направляются, канализационные сбросы. Вот. И потом опять улица, кольцо, жилищ, где пристроены друг к другу дома. Свет в эти дома льется сверху, с боков окон нет. И наверху жилищ, над крышах, над там, где колодцы, там, где печи, в том числе и металлургические печи, там создавались такие отдельно фонари, как в Памирском доме сегодня. Памирский дом сохранил такую же планировочку. Вот. И оттуда вытяжка дыма, вентиляция, ну и свет. И свет еще лился с боков кровли. Дома-то большие. Дома, ну, 120, до 20, до 200 квадратных метров. Площадь дома. И если учесть, что и кровли были обитаемые, особенно там летом, какие-то легкие постройки были, то площадь домов довольно значительная. И, конечно, они требовали и проветривания, и освещения, и всего-всего прочего. В общем, об архитектуре можно много рассказывать. Я только могу что сказать, что это, конечно, сакральная архитектура. То есть там нет прямых въездов, там нет прямых входов, там все в лабиринтах. Это эпоха лабиринтов. Вот эпоха лабиринтов, наверное, мы все помним Грецию, мифы о Деде Ли Икаре, мы помним там миф о Минотавре, о царе Миносии и так далее, и так далее, Тизее. И вот это все в лабиринтах. То есть ни одного нет вот так, чтобы вы зашли там. Нет. Вы поворачиваете налево, направо. Это такие замочные скважины. И иногда это в сплошной темноте такие проходы до 20 метров тянутся. где, в общем, проникнуть в такой поселок можно было только хорошо знать. Только свой, чужой, он в темноте, его очень легко обезвредить и устранить. То есть только свой человек, который хорошо знает. И, конечно, это модели Вселенной. Это мандалы. Если вы откроете любой мифологический словарь, на слово мандала, то вы увидите... Вы знаете, честно говоря, для меня эта литература на протяжении многих-многих лет, мифологический словарь, он был как бы... Ну, я его близко не воспринимал, эти тексты. Мне казалось, что тексты там Лосева, Топорова или еще знаменитых там, ну, семиотов наших, да, Лотмана, что это тексты, они больше умозрительные, и это интеллект нашей эпохи, нашего времени, он распространяется... Они пытаются распространить на древних. То есть мне казалось, что это очень натянуто и очень умозрительно. И столкновение с Аркаимом, где я впервые почувствовал, что здесь все мифологично, здесь каждая столбовая ямка, здесь каждый предмет, каждая находка, она имеет свой смысл, и она увязана очаги по формам очаги, колодцы, эти жертвенные комплексы и так далее. То есть перед нами вот такой какой-то очень сложный мифологический сюжет. И перед нами сакрализованное пространство. И со временем, вот начитывая литературу, встречаясь со специалистами разных направлений, с археологами, с религиоведами, я все глубже понимаю то, с чем мне пришлось иметь или нам сегодня, археологам, приходится иметь дело. Я вспоминаю Николая Яковлевича Мерперта. Это был 95-й год. Это наш выдающийся археолог. К сожалению, ныне покойный. Николай Яковлевич приехал, чтобы познакомиться с Аркаимом. И вот после поля, после раскопов какая-то московская дама берет у него интервью и спрашивает, что вот вы увидели нового здесь. И он говорит, вы знаете, в археологии мы иногда находим непонятные вещи. Вещи, которые мы не знаем смысла. Или вот это прокалы какие-то, очажные, которые непонятно для чего были. Или это какие-то предметы. И вот когда мы сталкиваемся с этим непонятным, археологи для того, чтобы уйти от этого вопроса, обычно говорят, это сакрально. Понимаете? Так вот, и дальше он продолжает, я, говорит, впервые вижу сакральный памятник от начала до конца. А потом я столкнулся со статьей, и не только со статьей, но я побывал на конференции по ранней городской культуре, на филологической конференции, где присутствовал Лотман. Лотман – это профессор Тартовского университета, основатель семиотики нашей отечественной. И вот Юрий Михайлович делал доклад. И доклад был посвящен, он был посвящен информатике, возникновению письменности. И вот анализируя культуры Мезоамерики, Месопотамии, он приходит к такому выводу, что на ранних этапах возникновения письменности информация была больше, возможности, информативные возможности у письменности были очень ограничены. Ведь первоначально письменность возникла как хозяйственная система для записи хозяйства. Рабу выдать столько-то масла, столько-то зерна, а вот или связанной с хозяйственной деятельностью, например, землекопу, столько-то кубов земли выбрать и все прочее. А информация, она продолжала вся передаваться через обряд. Это в устной форме. Через обряд, через различные жертвоприношения, через танцы. Это все было заложено в обычаях. И вот какие-то культуры не пошли по линии письменности. И это был сознательный отказ жречества от письменности. И до сих пор вот в литературе мы можем увидеть, вот в авистийской литературе, там в ведической литературе, письменность, она может быть использована для дьявола. Она может быть использована для черных мыслей. Только устное слово, слово молитвы – это правильное слово, это истинное слово. Записанное слово может быть использовано для черных целей, для целей, дьявольских целей. И вот эта мысль, она как бы жива, не только то, что она существует в письменном виде, в переводном виде, да, но даже в современной молениях, например, парсов, да, сегодня это потомки зороастрийцев. Все моление производят только на основном. Жрец, зороастрийский современный жрец, он не имеет права ничего читать. Он может быть выдающимся грамотным человеком, знать несколько языков и все прочее, но свои молитвы он произносит только так, как ему передал отец, отцу передал дед и так далее в устной форме. При этом теряется смысл, то есть жрец уже не знает смысла того, что он производит, но музыка слова потрясающая. Я вот присутствовал при том, когда Стеблин Каменский, Иван Михайлович, это профессор МГУ, декан восточного факультета тогда, он основатель как раз перевода, создатель школы перевода, совестийского напрямую на русский, на славянские языки. Вот Иван Михайлович присутствовал при молении в Дели, зороастрийском молении, и жрец, который не знает ни одного слова, смысла не знает, но Иван Михайлович его переводит, то есть записанный он нам читал лекцию и показывал в записи, это жрец его друг, там он знает 3-4 европейских языка, но он говорит то, что касательно вот его жреческих функций, он не имеет права ничего читать, даже древние записанные тексты, авистийские записанные в сосаницкую эпоху, он читать не имеет права, он произносит только устно, то, что ему наговорил в свое время отец. И это 6 часов текста, это тысячи и тысячи стихов, которые он производит. Но самое интересное в этом – то, что Иван Михайлович его переводит. То есть насколько это… То есть устное слово мы с вами сейчас записываем в записной книжке, мы можем ошибиться, да, и мы в письменном виде, мы имеем право на ошибки. Мы не имеем права на ошибку в устной форме. Потому что только это передаваемое из поколения в поколение. И это совершенно другой ход мышления, это совершенно другое понятие памятники, устройство наших мозговой системы и так далее. В общем, тут очень интересная тема, тема соотношения письменности и информатики. И вот Аркаим – это, конечно, модель Вселенной, это информация, это передача из поколений в поколение. Ну и, конечно, это замечательный материал для исследований. Вы знаете, сегодня есть тенденция преуменьшать значение Аркаима. Она появилась еще в, или хорошо проявилась, скажем, на международных конференциях. У нас очень крупная международная конференция состоялась в 99-м году. Перед этим была отечественная конференция, правда, с международным участием. Там и американцы были, еще кто-то был. В 95-м году первая была конференция «Большая на Аркаиме». Потом в 99-м году здесь в Челябинске и на Аркаиме. И в 2000-м году в Кембридже. Ну, после этого еще были конференции в Питтсбурге, но не это дело. Вот основополагающие такие конференции для международного – это все-таки конференции подряд. Это 99-го года на Аркаиме. И потом в Англии, в Кембридже в 2000-м году. И вот в резолюциях, которые там были написаны, в резолюциях, там было признание того, что это знаменательное событие в науке 20-го столетия. – это первое. И второе – подстрочник в конце, что мы бы не хотели, чтобы значение Аркаима было преувеличено. Вы знаете, для нас первоначально это была реакция как бы на экстрасенсов. То, что очень много в те годы особенно Аркаим привлекал внимание с точки зрения современных религий, формирования каких-то современных направлений религий. То, что мы, так сказать, называем сегодня людьми, которые связаны с эзотерикой. И я это воспринимал как бы так. Но со временем мне стало понятно, что и западная наука, и наша наука, она в значительной степени политизирована. И вот эта политизация не позволяет нам говорить о подлинной роли вот этих племен, которые здесь создали необычайно высокую культуру. И я еще раз повторяю, что это цивилизация. Это цивилизация оседлых скотоводов. И эта цивилизация, построенная так же на воде, как построены великие цивилизации на Египте, на Ниле, там тигры, фраглины, сапотамии, там и знаменитые реки Китая. Здесь цивилизация построена на малых реках. Это пенеплен, зауральский пенеплен. Здесь текут большое количество рек, которые начинаются с одних и тех же источников, с одних и тех же родников. И вот эти малые реки, они обеспечили вот этих оседлых скотоводов угодьями, трава, сочетание леса, вот сочетание очень сложных, ландшафтных ситуаций. И этот пенеплен породил вот этот необычайный взрыв культуры. За короткий срок они создали не только городскую систему, они подняли металлургию, они послужили толчком для развития металлургии так называемой евразийской металлургической провинции, как ее сегодня называют в науке. Это, конечно, изобретение колесницы. Колесница – это необычайный сдвиг вообще во всем мышлении человека. Человек до этого ходил только пять километров в час. Хотя вот это вот телега, да, с колесами, явной культуры, но телега помогала передвижению, она помогала людям, но это те же пять километров в час. То есть наши возможности. И колесница впервые в мире раздвинула с лошадиной тягой, она раздвинула пространство, она раздвинула территорию. Это было прообраз того, что мы сегодня имеем автотранспорт. Да если хотите, и всю авиацию вместе с нашим транспортом. В общем, возвращаясь к металлургии, это одна из самых передовых металлургий в мире. Если мы еще вспомним о том, что египтяне в это время живут в медном веке, то, конечно, вот наша степная и вообще в целом евразийская металлургия, она одна из самых передовых в мире. И на этом все базируется. Вся вот система технологических достижений. И, наконец, сама система хозяйства. Здесь подобран был такой состав стада. И причем он был очень гибкий, динамичный. Это экологически он был приспособлен к самым различным нишам. Вариабельность хозяйства при ее строгой, вот как бы системной, системных характеристиках. Я имею в виду, прежде всего, состав стада, там выпас скота и все-все прочее. Вот. И этот состав стада на тысячи лет вперед определил развитие вообще всего степного леса, степного хозяйства на протяжении тысячелетий. Вплоть до перехода к кочевому скотоводству. Вплоть до появления скифского мира, кочевого, скифсарматского мира, где-то в 8-7 веках до нашей эры. То есть перехода к кочеванию. Именно в эпоху Синташпии и Аркаима вот определилась эта система хозяйства. И именно в это время, как споры не идут в науке, появляются в степи первые элементы земледелия. И от этого мы тоже никуда не уйдем. У нас есть каши, там нагары на сосудах, есть остатки, скажу, проса. Вот. И в конце концов есть и поля древнего земледелия, над которыми надо работать, которые надо научиться узнавать, потому что мы все технологии, земледельческие технологии сейчас в науке, в археологической науке изучаем, например, Месопотамии или еще каких-то других земледельческих центров, среднеазиатских, например. Здесь совершенно своя система, и надо научиться изучать ее, понимать, для чего это, как это, каким образом первые элементы земледелия появляются в степи. Ну, вот это, наверное, самое главное, что я мог сказать. Но с каждым из этих элементов, будь то земледелие, использование воды, там, арыки, вот эта речная, рассительная система, как она строилась, это очень интересно. Я имею в виду аркаимские огороды. А колесница? Ведь колесница – это не только изобретение колеса со спицами для скорости. Не в этом, не только в этом дело. Ведь, представляете, что такое? Это ж нужно особой породы лошадей вывести. Мало того, родившись, не только идет разговор о породах, что такое стоять на этой двухколесной колеснице, что такое управлять ею. Ведь вы же должны, родившись, вы должны уже родиться в этой колеснице для того, чтобы владеть этим великим искусством. Да, я не говорю про речь. Все выходы, выезды лошадей, трактат, трактат Калиукули, который был найден в Месопотаме, который касается выезда лошадей, это все термины, это индоевропейские термины. И вот это индоевропейство, да, я думаю, что распространяясь дальше и охватывая разные районы мира и передвигаясь там на территорию Востока, там или Средней Азии, или на территорию Индии, в конце концов, уходя, индоевропейцы несли с собой речь. Индоевропейскую. Они несли с собой колесницу и лошадь, которая не была известна ни в Европе, ни там, в той же Греции, там все это, в Египте, это нашествие гексосов. Потом они несли с собой географию. География, конечно, была сакральна. И вопросы о географии, вот то, что мы говорим, тоже слово Арии, да, или там связано с харизмом, с Огдом там и так далее. Вы знаете, географии и названия, наименования, они несли с собой сакральный смысл. И они несли с собой, и переселяясь на новые места, они называли этими же самыми названиями, откуда они пришли. И, конечно, они несли с собой богов. И исторически мы хорошо знаем, в том числе там, в трактатах, в договорах, например, в Метании с Хетами, еще в каких-то, где вдруг неожиданно филологи, историки встречают тексты на длинных табличках, где цари между собой клянутся индоевропейскими богами. И, казалось бы, этого не должно быть вообще, где-то в далекой там Месопотаме. В общем, это интереснейший материал для исследования. Я не говорю сам Аркаим. Это и с точки зрения социума, и с точки зрения организации общества. Перед нами неэгалитарное общество, перед нами общество, где подчеркивается равенство. Это общество, эгалитарное общество. Там как бы элита исключается. И это мы видим везде, и в жилищах. Мы не видим здесь богатых жилищ, бедных жилищ. Мы не видим и в могилах. Первоначально археологи пытались сказать, вот это богатое, это бедное, вот это подкурганное захоронение, это рядовое. Ничего не получается. Сегодня, когда изучены десятки-десятки могильников, сотни погребений, мы видим, что везде подчеркивается равенство. И это очень-очень важно. И я уже не буду на эту тему распространяться, но аркаим – это просто когда будут опубликованы все материалы, когда археология, вот она как бы именно в археологическом контексте будет доступна исследователям. ведь за археологией постоянно следят, ну, прежде всего, конечно, лингвисты, потому что археологи внимательно смотрят на то, что делают лингвисты, языковеды. Вот в данном случае идет разговор о барийском вещевом комплексе, да, о его поисках. А с другой стороны, конечно, это социальная история. Мы… потом, это история духовной культуры, это история религии. И аркаим, я под аркаимом понимаю сегодня сборное понятие. Не идет разговор о собственной аркаиме. Идет разговор о Баланском, идет разговор о Синдаште, идет разговор о каменном амбаре, кривом озере, который исследовал Николай Борисович Виноградов и так далее. Сейчас уже исследовано около десятка памятников в той или иной степени подробно. Причем исследователи работали разные. Это немецкая школа, да, здесь, которая работала вместе с Екатеринбургом и Академией наук, Уральским отделением Академии наук, с нашим университетом, Дмитрий Геннадьевич, Сданович, Куприянова, Лена. Они работали с совместной англо-американской экспедицией. Причем это годы, и вот сейчас статьи появляются на разных языках, на разных континентах. И вот мы готовим полное издание Аркаима, которое, я думаю, что мы к Новому году будем первый тон издавать в печать. Это чисто научное издание. И публикация вот таких материалов, она, конечно, занимает десятилетия. Но эти публикации, они будут той базовой отсчетом для очень разных направлений в науке. Ну вот и все, что я могу сказать. Теперь, наверное, несколько слов о судьбах. Вы знаете, вот такие... Это загадочная культура. Чаще всего мы в науке ищем становление, на какой базе формируется та или иная культура. Здесь, кажется, собралась вся степь, совершенно разная. Не исключено, что они были двуязычными или трехязычными. Но все это было под эгидой индоевропейцев, безусловно, и антропологические речи. И тем не менее, они собрали на эти узкие площадки, на маленькие территории. Это же тысячи людей собирается внутри оборонительных стен. Это совершенно новая психология. Это совершенно неизведанная до этого форма организации общежития, человеческого общежития. И вот здесь тысячи людей, значит, собираются внутри этих стен, да, ведут какое-то совместное хозяйство, какая-то специализация, потому что обработка дерева, обработка кости, камня – это все достигает невиданных. Вы говорите о культ... Вам хочется услышать что-то об особенных вещах. Вы знаете, вот эти особенные вещи, которые археологи находят, там скульптура лошади, там лося, вот человека этого, да, которые связываем, так или иначе мы связываем, или чуть-чуть пораньше, вот с концом явной культуры, с инеолитом, или мы выходим вот сюда, на эпоху бронзы, синташты и аркаима, на начало второго тысячелетия до нашей эры. Понимаете, это вещи, которые, ритуальные вещи, они прятались. Они... Мы их не находим на сегодняшний день, это все случайные находки. Их уже несколько десятков. Но это все случайные находки. Их не клали ни в могилы, ни на поселение. Это особая страница. Это, конечно, выдающееся произведение первобытного мирового искусства. Вот. И когда-нибудь это искусство, оно получит свое признание. Но дело в том, что большинство вещей этого времени, они уникальны. Вы посмотрите на наконечники стрел, каменные наконечники стрел. Какой тонкой ретушь, я не сделал. Обычный наконечник стрелы. Но вы в него вглядитесь, так же, как и, ну, можно вглядеться в лист малины там, да, или тополя. Вы вглядитесь, это же необычно. Это же наконечник для того, чтобы выстрелить один раз, да. Сделать чаще всего один раз. И сделать его шедевром. Это потрясающе. То есть, вот, любовь каждой вещи, каждая вещь, она гармонична. Точно так же, как и строение дома, там, да, так же вещи. То есть, это особое отношение человека к вещьям. Вот у нас нет для этого времени письменности, поскольку они пошли по линии устной культуры. Аркаим, Синташта – это настойчиво. Мы, конечно, знаем элементы письменности на пиктограммах, на сосудах и так далее, и так далее. Мы можем говорить о пиктографии, и когда-то, может быть, появится, хотя и сейчас есть работы, ну, попытка дешифрировать и что-то. И все-таки здесь явно идет борьба с письменностью. То есть, в знаковой системе мы еще как-то позволяем, но не больше. Но вся информация, она тут, как я уже говорил, она передается через обряд. Мы сегодня с вами оторваны от вещей. Вещи делаются на каких-то фабриках, они проходят через много станков и многих людей. Древний человек всегда был привязан к вещи, а вещь была привязана к древнему человеку. И, судя по вещам, а для нас очень важны и письменные тексты, которыми мы можем ориентироваться для аркаемского времени, это на Месопотамию. В то же самое время, это конец третьего, начало второго тысячелетия, и мы видим отношение к вещи. Плохой человек не может сделать хорошую вещь. Вещь напрямую связана с человеком, а хороший человек не может сделать плохой вещь. Это все неразрывно связано. И вот это отношение и связь человека с вещами мы еще у наших дедушек. Ну, я лично помню своего деда и помню его отношение к вещам. И вот с годами, занимаясь археологией, я начинаю его понимать. Это то углубленное понятие, это великая связь человека и вещи. То, что мы сегодня с вами утратили, незаметно утратили, но у нас принципиально другое отношение. Но на то нам нужна археология, чтобы это был исторический урок, какое-то историческое прошлое. Ну и, наконец, судьба. Вот взлет этой культуры был стремителен. По нашим датам, по радиокарбону, мы видим, что это укладывается в 21 век до нашей эры, и где-то последняя дата – это 17 век до нашей эры. Где-то вот в этот промежуток 250-300 лет или 200-250 лет вся вот эта культура просуществовала. То есть это был грандиозный взрыв. И, конечно, мы видим уход. То есть это демографический взрыв, и та природная среда, которая была здесь, она не позволяла дальше. То есть это был какой-то пик, вот уровень, выдающийся уровень для данной экологической системы. И отсюда начинается отток населения. И вот этот отток населения, он приводит к появлению индоевропейских вот таких ираноязычных там племен где-то, ну, в целом индоевропейских племен, мы видим, и на территории туда дальше, к югу от Средиземноморья, там в Месопотамии. Я уже упоминал нашествие гексосов в Египте и так далее, в Индию. В общем, вот это все такое движение мощное. Но это не разовое движение, вот сказать, что это какое-то нашествие. Это, вы знаете, это взрыв культуры, это постепенное продвижение волнами. Они, так сказать, перемалывают и превращают себя. И отсюда, почему в Индии нет арийского вещевого комплекса, не могут найти непосредственно в Индии, потому что арии приходят туда. Вы знаете, вечный мир, он быстро теряется. Не теряется духовный мир. И вот этот мир богов, мир идей, мир философский мир, который они принесли туда, он, в конце концов, запечатлен. Где-то считается, что где-то в 15 веке записана была Ригведа, где-то уже на территории Индии, в долине Инда. И позднее, где-то в 9 веке, записана Авеста, это на территории Ирана. Но для меня, это, конечно, моя точка зрения, она не гипотетичная, ее нельзя, так сказать, воспринимать как истину, но тем не менее, я глубоко уверен, что и, ну, я тут следую за филологами, что и Ригведа, и Авеста, они возникли на одной территории. У населения, которое тесно контактировало с друг другом, древнейшие пластыри Ригведа и Весты, древнейшие главы стихий, они вообще одинаковые, они как будто написаны одним автором, и от этого нельзя уйти. И я думаю, что все это складывалось именно здесь у нас, на территории Южного Зауралья. И для меня та археология, которой я владею, для меня, ну, у меня нет сомнений, но это мое мнение. Ну, а то население, которое осталось здесь, это население андроновской культуры. Дальше начинается у нас андроновская культурно-историческая общность или срубно-андроновская культурно-историческая общность, которая протянулась от Причерноморья и дальше до степей Сибири, и опять до того же северо-западного Китая. Да, это аллакольская культура, там фёдоровская культура, там культура черкасскольского типа и так далее, и так далее. В науке много таких культур, которые входят в срубно-андроновскую культурно-историческую общность. Но это уже население, которое переходит к мелким посёлкам, к хуторскому хозяйству, к такой, ну, очень... Я думаю, что в плане религии они должны были сохранить ту основу, которая была заложена на Синташте и Аркаиме. Вот. Но материальная культура, и, в общем, это был уже другой мир совершенно. Мы здесь не видим никаких элементов урбанизации. И только в погребальном обряде мы можем уловить те признаки, которые были характерны вот для великого взлёта, для великой страницы нашей степи, когда мы стояли вот на пороге цивилизации и элементов какой-то государственности и так далее. Но это не государство. Понимаете, государство – это классовое общество, это всё-всё-всё. Это был альтернативный путь движения человечества, выдающийся прорыв, да, порыв выдающийся. Но это не состоявшийся порыв человеческого духа. А мы сегодня с вами живём в государстве, в классическом государственном образовании. Мало того, мы ещё следуем по пути капитализма, которая до ухода нашей социалистической системы, мы, вот, капитализм себя очень сильно критиковал. Вы знаете, ну, поиски, вот, в капиталистическом мире, в журнале «Коммунисты», тогда публиковались такие интереснейшие статьи, это поиски западного мира, как развиваться дальше. И гибель Советского Союза – это такое подспорье для капитализма. Мы продлили ему жизнь на многие десятилетия и погнались за системой, которая уже отжила себя. Ну, что делать? Вот, к сожалению, история нас ничему не учит. А в мире истории мы знаем много интересного. И греческий полюс, и вот особая система Синтоштырка, и многое-многое другое, на что человечеству надо чуть-чуть обернуться, остановиться и в суете посмотреть, в каком же мире мы живем. И все-таки мы разумные люди. И как нам построить разумное социальное общество? Ну, ладно, извините, это уже последнее. разумное caricature, есть. Продолжение следует...